Татьяна Аркадьевна Жданова Здравствуйте, я, как вы поняли, из Латвии, хотя последние пять лет и вот сейчас еще на предстоящие пять лет, потому что еще раз меня избрали депутатом, выборы были 5 июня. В основном работаю не в Риге, а летаю, такая работа, понедельник в Брюссель, пятницу назад в Ригу, а одна неделя это в Страсбург, но в таком же режиме. Поэтому можно сказать, что я из Латвии, работаю в европейских структурах, то есть Бельгии и во Франции, ну и довольно часто бываю в России, поэтому хотела бы еще познакомиться с вами, чтобы понять, какие страны вы представляете. То есть здесь есть наверняка россияне, да? Еще какие страны? Украина? Украина еще. Вот наших латвийских я не вижу никого. Вот Латвия, ну вот, любимая. Так, и Молдова, кажется, есть еще? Есть Молдова, нет? Никого нет? Что вы такие скромные? Есть? Подайте голос. Потому что я вам могу передать привет из Молдовы, я как раз, поэтому приехала только сегодня сюда, потому что в среду была официальным наблюдателем, в составе официальной группы наблюдателей на выборах в Молдове. Так что те, кто здесь, очевидно, или у вас еще не избирательный возраст, или вы в выборах, видимо, не участвовали, к сожалению, да? Да? Больше других стран нет? Нет, у нас еще Литва, да? Из Литвы, да. Вот проходите сюда, вот там еще Латвию вижу, проходите вперед, вот тут вот много места, если коврики у вас есть особенно. Так, меня попросили рассказать и остановиться в первую очередь на том, как живут русские за пределами России и в частности в Европейском Союзе, поскольку вот моя страна, Латвия, является страной Европейского Союза. Ну вот я не знаю, надо ли вообще сначала просто, и насколько вас это интересует, несколько слов сказать вообще про европейские структуры, потому что часто бывает такая путаница все-таки, чтобы поставить точки над «и». Я понимаю, что вы молодое поколение очень умное и все знаете, но все-таки иногда путают Брюссель, Страсбург, что это за столицы. То есть после окончания Второй мировой войны стали возникать разные международные организации с тем, чтобы не допустить вот того, что произошло два раза на протяжении 20 века. И первая такая организация, это была Организация Объединенных Наций, это 1948 год, это в Париже, кто был на площади Таркадеро, там есть такой дворец Шайо, это была принята Всеобщая Декларация Прав Человека. Я очень часто и люблю эти слова, которые предваряют первые слова декларации, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Очень часто приходится это вспоминать, особенно когда беседуешь с правыми, представителями правых каких-то политических сил, нетерпимо относящихся к кому-то по признаку его там происхождения или цвета кожи, или языка, или еще чего-то. Но затем стали возникать еще европейские структуры, и первое это Совет Европы, подписали страны декларацию, тоже она во многом повторяет текст Всеобщей Декларации Прав Человека, это Европейская Конвенция Прав Человека. И Совет Европы, это страны, присоединившиеся к Европейской Конвенции, это сейчас в настоящее время 56 стран, туда же входит и Россия, и входят все страны Европы, кроме Беларуси. И все присоединились к Европейской Конвенции, вот Европейский суд по правам человека в Страсбурге находящийся, это как раз он рассматривает жалобы на нарушения в отношении жителя стран, членов Совета Европы, Европейской Конвенции Прав Человека. И там есть разные структуры, вот есть этот Европейский суд, куда все страны направляют своих судей, там есть Совет Министров, по очереди председательствуют разные страны, два года, три года назад Россия председательствовала в Совете Европы, и съезжаются еще парламентарии. И вот часто путают с Европейским парламентом вот эту структуру, она называется Парламентская Ассамблея Совета Европы. Это депутаты, которые на самом деле являются депутатами национальных парламентов, и их делегируют парламенты туда, два раза в год собираются, ну плюс еще какие-то комитеты, но на большие заседания они собираются редко, и собираются в Страсбурге. Там находится как раз здание Совета Европы, и большой такой зал для собрания Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Туда направляют свои делегации и Россия, и Молдова, и Украина, и Латвия, и так далее. Ну это политическое такое объединение, демократическое объединение, ну изначально считалось, что это когда Европа была разделена, что это собрание таких демократических государств, в отличие, скажем, от государств Восточного Блока. И в основном, вот базовым документом является как раз эта Европейская Конвенция. Хотя есть еще много разных других документов, в частности, очень важная для нас, для русских, живущих за пределами России, относящихся к этническим или языковым меньшинствам, Европейская Конвенция, Рамочная Конвенция Прав Национальных Меньшинств. Это тоже документ Совета Европы. Есть еще Конвенция о неприменении пыток. Кстати, вот Марк Сирек, вы знаете, что он находился в тюрьме после событий апреля 2007 года. Вот я как раз организовала в Брюсселе слушание, поскольку вот это был день как раз борьбы с пытками и с негуманным обращением, так называется Конвенция против пыток и негуманного обращения. Мы как раз говорили и показывали фильм о том, что происходило в Эстонии, как избивали людей, как детерминал отвозили. И сейчас в Европейский суд по правам человека подано с помощью Эстонского центра по правам человека и Латвийского комитета по правам человека, создателем которого я тоже являлась. Уже мы это сделали давно, это был 92-й год, уже много юбилеев отпраздновали. Мы подали много жалоб, и скоро Европейский суд по правам человека будет рассматривать жалобы на эстонское государство по применению как раз насилия в отношении участников протестов против переноса бронзового солдата. Вот это такие структуры. Поскольку я являюсь депутатом Европарламента, несколько слов о том, что Европарламент это другая структура, отличается тем, что депутатов избирают напрямую. То есть мы избираемся в странах одновременно, но не совсем одновременно, в течение недели. Во всех странах Евросоюза проходят выборы. Вот сейчас они были в первую неделю июня. В 2009 году депутатов избирают на 5 лет. Предыдущие выборы были в июне 2004 года. И тогда как раз они были первыми для Латвии, Литвы, Эстонии, поскольку и еще для 7 государств. 10 государств вошли тогда в 2004 году в Европейский Союз и стало 25. До этого было 15. А создавали Европейский Союз 7 государств. И он создавался как именно экономический союз. И вообще назывался Союз Угля и Стали. И тоже после Второй мировой войны. Но затем расширялся. И вот расширился сейчас до... Сначала в 2004 году до 25. И после присоединения в 2007 Болгарии и Румынии 27 стран в Европейском Союзе. Депутатов у нас всего 735. И депутаты избираются в зависимости от населения государства. Причем именно население, не только граждан. Для Латвии и Эстонии это очень интересно, потому что у нас не все население имеет право голоса, как вы знаете. В Латвии это 17 сейчас процентов. Это не граждане. А в Эстонии из 200 тысяч русскоязычных 100 тысяч это граждане России. И другие 100 тысяч тоже не граждане. То есть тоже не имеют права участвовать в выборах. Но количество депутатов рассчитывается. Есть минимальные, это 6 человек. И больше всего от Германии. 99 человек. И всего, как я сказала, 735. 6 человек избиралось от Эстонии. 8 от Латвии. А от Литвы 11, кажется. Ну вот из этих людей... И на предыдущих выборах я оказалась единственным русским депутатом, представляющим русскоязычное меньшинство. Ну и в этом году, правда, там есть еще несколько человек с русскими фамилиями. От Литвы такой известный предприниматель у Спасских. От Латвии есть такой депутат, он был, Сейма Мирский, Александр. Ну, они представляют собой партии, которые не декларировали в своих предвыборных программах какие-то особые озабоченности о состоянии русских или русскоязычных. Почему? Вот давайте разберемся с этими словами русский и русскоязычный. Мы с вами говорим на русском языке. Ну, и некоторые говорят, что, мол, вот слово русскоязычное, оно действительно в русском языке немножко такое длинное и немножко корявое. И часто, когда мы говорим слово русский, мы имеем в виду не этническую принадлежность, а именно язык, родной язык. В других языках это более даже коротко, например, по-английски это Russian speakers, а по-французски это вообще русофон. Вот люди, у которых родной язык русский. Но это понятие его надо употреблять, хотя многие его не любят, потому что оно чисто соответствует международному праву. Потому что вот та же, вместе с декларацией о правах человека в ООН, затем было еще принято несколько деклараций. И в частности, одна в заголовке которой прямо есть то, что нас интересует, поскольку я вот сейчас перехожу к теме русских, русской диаспоры. А именно это декларация о правах национальных, этнических, религиозных и лингвистических меньшинств. То есть вы видите, ну, национальный сетнос это очень глубокая тема, я не буду сейчас на ней останавливаться. Тут даже разные авторы по-разному трактуют эти подходы и до сих пор нет единого такого консенсуса о том, что это такое. Вообще эти понятия, они, ну, я по профессии математики, я доктор математических наук, начиная лекции студентам, объясняя, что есть какие-то понятия, хотя в математике все выводится одно из другого, но что-то должно быть такое, что уже нельзя вывести из чего-то. Некие базовые понятия, которые по согласию, по взаимному согласию, примерно ясно, что это такое. Ну, в математике, например, это понятие множество. А потом уже дальше что-то выходит и строятся логические всякие конструкции, цепочки и прочее, прочее, прочее. Вот также понятие этих самых меньшинств, его нет даже на уровне экспертов, организации объединенных наций, есть только некие, некие общие согласия, что под этим понимать. Нет, но нет определения меньшинств, этнических меньшинств, лингвистических меньшинств, религиозных, но примерно всем понятно, что это такое. И вот я обращаю внимание, этническое меньшинство, то есть в данном случае, вот когда мы говорим про Латвию, мы говорим, что Латвия мультиэтническая страна, много этносов проживает. Только два из них, согласно нашим законам, их языки являются государственными. Это латыши, есть еще ливы, это практически вымирающий этнос, сходный с финно-уборскими народами. Но у нас еще есть, скажем, такие этносы самые многочисленные, русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи, цыгане, ну литовцы, немцы, эстонцы, и есть еще, конечно, и армяне, азербайджанцы, и молдаване, и так далее. То есть это этносы, но в то же время Латвия является двуязычной страной, то есть две большие лингвистические общины, языковые общины, то есть латышский язык родной, русский язык родной. Кстати говоря, есть такое понятие, как второй язык, есть такое понятие для некоторых людей, как билингвы, то есть оба языка как бы родные. Тут тоже очень интересны эти все вещи, и те, кто из вас владеет как родным или хотя бы как вторым другим языком, наверное, тоже понимаете, в чем отличие между все-таки родным языком и вторым, которым вы даже и владеете свободно. Но все-таки это не родной язык. Вот для меня, например, отличие родного языка, это понимать на слух поэзию, сложную поэзию, конечно, не песню там, ты меня полюбила, я тебя полюбила, а вот что-то сложное, понимать на слух, это происходит, как правило, только на родном языке. А если ты понимаешь на двух, это значит и билингв, такие критерии у меня. Так вот, как я уже сказала, в Латвии есть вторая языковая община, русскоязычная. И вот эта община у нас является дискриминируемой, потому что наш язык не имеет никакого статуса официального, он такой же иностранный в Латвии, как французский, немецкий, английский и прочие другие языки. И мы как раз боремся за то, чтобы русский язык получил такой статус. И вот эта наша борьба, вот здесь есть ребята из Латвии, которые как раз в самой активной фазе этой борьбы участвовали. Это был 2003-2004 год, когда создался штаб защиты русских школ, потому что, конечно, вот эту проблему языка и наличие второй общины власти пытались решать через ликвидацию образования. Ведь что такое культурная языковая община? Она есть в настоящий момент, есть разные поколения, но она может прекратить существование в следующих поколениях. Вот так произошло с русской эмиграцией во Франции. Вы знаете, сколько в результате гражданской войны оказалось во Франции русских? Кто-то примерно число может сказать? Два миллиона, да, не меньше, чем два миллиона. Где сейчас практически из той эмиграции, из этой первой волны эмиграции, потомки по-русски не говорят. У графа Шереметьева, моего хорошего друга, председателя Международного совета российских соотечественников, его наследники, сын и дочка, ни один не говорит по-русски. Учат сейчас. Пушкины, вот есть счета Пушкиных, мы их приглашали, когда накануне юбилея поэта, в июне они были здесь в России, а вот в конце мая они приезжали в Ригу. Александр Александрович Пушкин, он прямой наследник Александра Сергеевича Пушкина, живет в Бельгии. И на нем линия прерывается, потому что у них нет детей. Его супруга Мария Александровна, она тоже потомок, но по боковой линии. У нее двойная фамилия Дурново Пушкина, вот эта дворянская фамилия тоже в России Дурново. И, ну вот так, у них нет детей. И они, она гражданка Франции, она родилась и жила во Франции, он в Бельгии. Оба франкоязычные, познакомились, студенческие годы. И русский изучают сейчас сами. Они говорят, говорят с большим французским акцентом, но вот стараются изучать сейчас русский язык с учителем, хотя им уже за 62, так вот, 63 года. Это военное поколение, 43-44 год рождения. Так вот, они тоже, для них русский язык, это прямые наследники. И вообще, ну они являются единственными наследниками Пушкина, говорящими по-русски. Вообще, у Пушкина очень много по всяким таким боковым линиям, очень много наследников. Они на юбилеи все съезжаются в июне. И вот эта чета супруги Пушкина являются единственными, которые хотя бы говорят по-русски. То есть, вообще во Франции у меня так получилось в моей биографии, что я имела возможность, когда мне было 30 лет, я имела возможность год находиться во Франции. Это был обмен молодых ученых между Советским Союзом и разными странами Европы, и не только Европы. И вот я как раз год там находилась в городе Момпельену, ездила по всей Франции. И вот очень часто французы говорили, что у меня есть русские корни. То есть, молодой человек, там студенты, просто еще кто-то, с кем общаешься. А у меня русский бабушка, у меня русский дедушка, у меня русский папа. Но это чистые французы. То есть, они ассимилировались. Это то, что называется ассимиляция. То есть, вообще по международному праву, вот по тем же всяким конвенциям, добровольная ассимиляция не запрещена, естественно. Каждая семья имеет право отдавать своих детей в ту или иную школу, стараться, чтобы они говорили на том или ином языке, как на родном, на основном. Но запрещена насильственная ассимиляция. Вот насильственная ассимиляция карается. Но это как раз тот метод, которыми пользуются многие страны. И, кстати говоря, пользуется Франция. И Франция является таким образцом для наших прибалтов тоже. Они, в общем-то, следуют французскому, французской методике. А французов не всего и вся. Вот я когда тогда была на стажировке, я была в Страсбурге. Страсбург — это столица Эльзаса. Этот район Эльзаса-Лотарингия, он в результате всяких там войн был всегда спорным. И переходил то к Германии, то к Франции. И там, естественно, население смешанное с родным языком, в основном даже немецким. Вернее, это диалект немецкого языка. И вот когда я тогда была в 1982 году во Франции, в Страсбурге, слышала эту немецкую речь на улицах. Сейчас, когда уже приехала туда как депутат Европарламента в 2004-м, немецкой речи почти нет. То есть, опять же, французы успешно ассимилировали немецкоговорящих жителей Эльзаса. Это катастрофа. Мы знаем все эти выкладки о том, что они практически уже в последующих поколениях теряют немецкий язык. Потому что нет образования. И, конечно, основной инструмент вот этой насильственной ассимиляции – это образование, это ликвидация образования на языке. И наши латвийские власти пошли, как и во многих других случаях, сверху, то есть с ликвидацией высшего образования. И это высшее образование было ликвидировано уже вскоре после обретения независимости, законом уже 1995 года. Кстати говоря, я, в общем-то, и вошла в политику из университетской кафедры. Я работала как математик, преподавала математику на экономических факультетах и преподавала на русском языке. У нас в Латвийском университете треть студентов обучалась на русском языке, две трети на латышском языке. По некоторым специальностям вообще было только на латышском образовании. История, география, философия, по техническим, по математике, экономике, физике, химике, биологике – это было на двух языках. Потому что русскоязычные вообще больше технари, латыши больше тягать таким гуманитарным наукам. И вот начали сразу же с ликвидации образования на русском языке. Я тогда публично выступила против этого. Но вот с высшим образованием это получилось сразу. Особенных и протестов, к сожалению, тогда не было. Тогда вообще больше все крутилось вокруг, собственно, независимости, нового сейма, новых законов. И потихую так ликвидировали это высшее образование на русском языке. Ну а вот уже, кстати говоря, сейчас я изучала внимательно программу, которую предложили для Латвии некоторые эксперты по выходу из кризиса. Дело в том, что у нас практически нету производства. Так вот, надо что-то создавать, создавать какой-то продукт. Этот продукт не обязательно может быть в виде железа или молока или сыра, или масла. А это может быть еще и образование. То есть образованный человек это тоже продукт. Так вот, одна из рекомендаций экспертов это Латвии сейчас заняться подготовкой, обучением иностранных студентов. Но это очень смешно, потому что по законам Латвии высшее образование может быть только на латышском языке. Но кто же, какие иностранные студенты, но это только те, кто хочет изучить там как язык филологи, в общем-то, для переводчиков. Может быть, кому-то это интересно, но это очень мало народу, кто захочет учиться на латышском языке. А вот у нас был ВУЗ, который производил еще в советское время таких специалистов уникальных. И они сейчас и в Африке работают, и в Латинской Америке, и всюду. Это институт инженеров гражданской авиации. Это был институт центрального всесоюзного подчинения. И готовили там людей, работающих в аэропортах, диспетчеры, инженеры. И все же с этим связано. Так вот, этот институт первым был ликвидирован, и полностью пропали специалисты, преподаватели этого университета, мои тоже коллеги. Я их встречала на рынке, там, торгующими какими-то овощами, фруктами. То есть были кто смог уехал, переехал или в Россию, или на Запад. И, в общем-то, конечно, потеряно было и другие преподаватели из того же Латвийского университета, из политехнического института уезжали. И сейчас это уже абсолютно нереально нам сейчас экспортировать высшее образование, даже если разрешат другие языки для преподавания, в частности, русский язык. То есть вот такая была политика. Ну, а после высшего образования следующие взялись уже за средние. И как раз под таким предлогом, что, мол, для того, чтобы русские ребята были конкурентоспособными, поступая в вузы, и могли учиться в вузах на латышском языке, потому что, мол, в вузах другого языка обучения нет, надо, чтобы они в старших классах тоже учились на латышском языке. То есть следующая ступень была попытка сделать среднее образование, среднее уже образование, то есть три года у нас по латвийскому законодательству, это десятая после девятилетки, на латышском языке. И вот тогда уже, конечно, и к этому уже готовились, то есть постепенно уже в основной школе какие-то предметы преподавались на латышском языке, причем начали почему-то опять же с математики, с физики и с истории, конечно же. И вот тогда поднялось очень мощное движение уже против этого, потому что ребята, ну иногда вот меня и мою партию обвиняют не все русские, не все политики, не все общественные деятели, к сожалению, очень мало кто из родителей вообще поддержали тогда это наше движение. Нас обвиняли в том, что мы якобы искусственно выводим ребят на улицы, на эти акции протеста, но вы сами понимаете, кто вас может искусственно куда-то вывести на какую-то акцию. Но может быть можно там 10, 15, 20 человек, но если люди сами не понимают, против чего они протестуют, это очень легко и свернуть. И у нас акции длились в течение года, то есть шли волнами и все больше, 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 больше людей участвовало в них. И для Латвии это был рекорд до 20 тысяч. И вообще это движение назвали потом русской атмодой. Атмодой это движение по-латышски, это возрождение, это движение возрождения за независимость, конца 80-х, начало 90-х годов. Ну так вот, русской атмодой назвали наше движение уже начало 2000 года, 2002, в основном 2003. Хотя до этого, конечно, активисты, политики, мы там боролись и против закона, и статьи писали, и какие-то акции проводили. Но вот такие массовые акции. Русские ведь, как известно по поговорке, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Русские делают все в последний момент, когда уже грянет гром. Вот так же и мы выступили против этой реформы образования, поскольку в 2004 она должна была начаться. Вот мы выступили в 2003 основные, начались массовые акции протеста. И мы заставили власти изменить закон. Если до этого было сказано, что 100% на латышском языке, то закон был изменен в пропорции 60 на 40. 60 на латышском, 40 на русском. Конечно, это не окончательная победа. Получилось так, случилось такое уже совпадение, что та акция, которую мы рассчитывали как основную, это было 1 сентября 2004 года, и с этой даты был у нас большой митинг, и после него должна была начаться школьная забастовка. Случилась эта трагедия в Беслане. Вы знаете, террористы захватили школу, и, конечно, внимание, все было переключено туда, и не получилось у нас сделать эту забастовку действительно такой, чтобы все школы не работали, основные русские школы. Хотя зимой такое было, мы такое делали, и ребята уходили с уроков, и были эти манифестации, и школа бастовала. Ну вот, и кроме того, позиция, к сожалению, родителей, позиция многих политиков, обвинявших нас в том, что мы экстремисты, что мы выводим на улицу детей, как они говорили, к сожалению, не позволила выиграть нам полностью. То есть сейчас вот такое положение в Латвии, 50-50, то есть сейчас можно сохранить школу как русскую, можно, мы даже добились через Конституционный суд, что вот эти 60% могут преподаваться билингвально, то есть параллельно как бы учитель там пишет тему на латышском, пишет еще какие-то фразы на латышском, но объясняет еще, поскольку, как правило, это русские учителя, объясняет в основном на русском. Вот такие методы тоже могут применяться, но все это зависит уже от учителей, от директоров. Но, к сожалению, опять же, некоторые бегут, директора школ впереди поезда являются большими латышскими патриотами, чем латыши, пытаются навязать и заменять коллективы педагогические, в основном на латышских учителей. И, в общем, вот это уже теперь все зависит от нас, как мы сами, как наши школы, смогут ли они сохраниться, как русские школы. То же самое в Эстонии происходит. Эстонцы всегда считались более как бы такими дальновидными, более хитрыми, и они вот эту реформу, если наши латыши ее решили сделать все-таки довольно быстро и жестко, то эстонцы вот этим годом определили 2007-й, когда уже среднее образование должно переходить на эстонский язык. И поэтому, конечно, конечно, и движение сопротивления, особенно поскольку вы сами знаете, что в 2007-м в Эстонии на другой волне поднялось это движение сопротивления, оно, к сожалению, было менее организовано, и, может быть, проблема была тоже в том, что не было достаточно авторитетных политиков и политических партий, которые могли бы встать во главе этого движения. Потому что очень важно, если ты имеешь мандат, понимаете, если впереди вместе со школьниками идут депутаты, если вдруг попытаются кого-то задержать в полиции. У нас были такие случаи, но есть закон о запрете символики фашистской. Так вот, ребята нарисовали свастику, но перечеркнули, да, перечеркнутую свастику, вот у них была на плакате, вот их задержали за то, что они используют эту символику. Тут же депутат садится в эту машину, едет вместе с ребятами, я сама вызволяла там, ну, уже в других случаях, из полицейского участка народ. Конечно, если политики есть, даже в случае с Эстонией, мне уже пришлось взять на себя эту функцию. Я много раз ездила в Эстонию, меня там, правда, задерживать очень любят по-всякому и не допускать, и срывать встречи. Последний раз задержали нас и надели наручники, это как раз когда мы 27 апреля ехали на годовщину событий вокруг бронзового солдата, эстонские спецслужбы. Но, тем не менее, все равно то, что удалось вот этот международный резонанс поднять, то, что слушание я устроила в Европейском парламенте, практически были прекращены дела, которые возбудила полиция, и сейчас, наоборот, как я уже сказала, в Европейском суде по праву человека нами подготовленные дела, подготовленные жалобы против действий полиции, наоборот, будут рассматриваться. Но, как всегда, в Европейском суде это все очень долго. В общем, конечно, если перейти опять немножко к теории, вот по этим праву на образование, то здесь надо сказать, что, конечно, вот эти, та же самая рамочная конвенция о правах меньшинств, поскольку она пишется для всего Совета Европы, для всех стран, а в странах меньшинства очень разные, то эти требования, конечно, тоже очень общие. Дело в том, что, ну, одни права могут, например, и требуют для себя люди, которые на этой территории являются традиционными жителями на протяжении многих поколений, другие права, скажем, вновь приехавшие, например, нас в Латвии все время обвиняют, ну, вы требуете образования на русском языке, но мы же не можем тут на всех языках сделать школы и на, скажем, румынском, и на азербайджанском, и на армянском и так далее. То есть, да, я заканчиваю время. Речь идет, вот если мы говорим уже о русских странах, в странах рассеяния, в странах Европейского Союза, в первую очередь, где я работаю как депутат, то здесь надо разделять происхождение меньшинств. И вот мы сейчас работаем над тем, чтобы больше прав на уровне европейского законодательства гарантировать так называемым традиционным меньшинством, то есть представителям тех этносов, тех языков, тех религий, которые живут на этой территории на протяжении нескольких поколений. И вот наша русская, я на этом заканчиваю, наша русская диаспора в Европейском Союзе является в этом смысле уникальной. Мы являемся таким комбинированным меньшинством. То есть в Латвии, Эстонии, частично в Литве, немножко в Польше и в Румынии есть действительно русские, живущие на протяжении многих поколений, мы являемся там традиционным меньшинством. Ну а в других странах Европейского Союза это уже чистые мигранты, но очень много. Например, самым многочисленным русскоязычным сообществом является диаспора в Германии. Там 3 миллиона, как минимум 3 миллиона. Но это не этнические русские, как правило. Этнические немцы или евреи, которые Германия принимала и принимает до сих пор. Ну и, конечно, в этих странах другая проблема. Конечно, там в первую очередь речь идет о поддержании языка семьи уже как второго языка. Но это тоже очень важная проблема. Это воскресные школы на русском языке. И для того, чтобы эти школы существовали, нам важно, и это последнее, что я хочу сказать, важно, чтобы власти тоже поддерживали существование таких школ, возможности сохранения своего языка и своей культуры. А для этого нам надо иметь своих людей во власти. Вот, к сожалению, эти выборы показали, что с этим делом пока еще у русских плохо обстоит. В Европейском парламенте практически представительство не увеличилось. На уровне местных парламентов, на уровне национальных парламентов, на уровне местных самоуправлений тоже не очень хорошо. И вот поэтому мы создали такую организацию, Европейский русский альянс. Ну вот наши старички, мое поколение, проблема у многих даже со знанием, перфектным знанием языка страны проживания. И поэтому у нас все надежды на молодежь. И вот сейчас мы осенью будем собирать, или может быть осенью не получится весной, но уже будем собирать молодежь, которая учится как раз по этим специальностям, по которым обычно из которых вырастают политики, то есть политические науки, право, финансы, экономика. И будем уже стараться из вас готовить новых политиков, которые будут защищать в Европе русскую диаспору и возможности ее сохранения. А в 21 веке главным источником для того, чтобы это можно было, являются еще и новые технологии. Это спутниковое телевидение, это интернет. У русских, которые уехали из России в результате гражданской войны, вот такой возможности не было. Слышать передачи на русском языке или писать на русском языке, общаться с другими людьми. Поэтому у нас ресурсы есть, новые технологии есть. Нам надо просто остаться русскими, сохранить свой язык, свою культуру. На этом я закончу, готова ответить на ваши вопросы. — Чем Россия может помочь в борьбе русских и Балтики? И замужет ли она? И второй вопрос. Как вы относитесь к привлечению цельной стимуляции в какие-то российские молодежные организации? Во-первых, чем Россия может помочь? Я считаю, что пока все действия в основном в поддержку соотечественников, в основном это больше пиар политиков, которые декларируют, что они, мол, отстаивают права русскоязычных всюду и всегда. И, ну, достаточно сказать такой пример, что вот проходил, например, конгресс российских соотечественников, приехали русские из всех стран. Я на таких конгрессах была уже несколько раз. Самый первый, это был в кремлевском зале, в колонном зале Дома Союза в 2001 году. Путин там выступал, потом еще два раза. На телевидении на российском вообще почти на эту тему ничего не было. Единственное, что показали, это когда Жириновский там с боем добывал себе трибуну, чтобы выступить на этом конгрессе, ему не давали слова. Так вот, единственный сюжет был как раз про Жириновского. Вот, ну, я понимаю, что для него это пиар, но люди приехали, представляете, из Америки, из Канады, из Австралии, из Китая. Интереса к ним не было, к нам. У россиян интереса практически не было и нет. Вот в чем проблема. Я приведу такой пример. Вот есть на границе между Германией и Данией такая территория, называется Шлезвиг-Гольштейн. Эта территория переходила, так же, как и Льза Салатаринге, так же и там исторически, то к датчанам, то к немцам. И потом, после Первой мировой войны, волюнтаристки провели границу, практически прямую линию. И в результате оказалось какое-то количество немцев на севере, и какое-то, то есть в Дании, и какое-то количество датчан в Германии. Вот этих датчан в Германии, ну, где-то порядка 20 тысяч. Но в Дании есть организация, которая занимается проблемами своей диаспоры за рубежом. То есть в основном вот этими 20 тысячами, живущими в Германии. И знаете, сколько в этой организации человек, вот я была по их приглашению там, 120 тысяч. Это на Данию, где население, если мне память не изменяет, порядка 7 миллионов. То есть 120 тысяч датчан реально озабочены тем, как живут их датчане за пределами страны. Вы можете сказать, что столько народу в России вообще заботится о том, что с русскими происходит за рубежом. Вот если, поэтому мой ответ вам на вопрос, что делать, это в первую очередь организовать в России общественную организацию в поддержке, поддержку русских, живущих за рубежом, и в первую очередь там, где их права ущемляются. Вот это с моей точки зрения, и пока это не будет действительно от души, вот так, как девочка показала, когда это идет от души, когда это идет на основании веры в то, что твое дело праведное. Так и будет это просто эксплуатироваться, к сожалению, вот эта вся забота о соотечественниках. На самом деле прорыв есть. Наконец-то создан фонд «Русский мир». Дело в том, что другие страны, государства поддерживают. У нас, например, в Латвии, если ты хочешь учить немецкий язык, ты иди спокойно в институт Гёте, и там будут курсы, и там еще тебя в Германию отвезут. Если французский, пожалуйста, институт франкофонии, то же самое при посольстве есть, можно заниматься французским. British Council, вы знаете, кстати, в России там его запрещали одно время. Они занимаются пропагандой британской культуры, тоже можно заниматься английским. Русские этого не делали. Есть в России, институт Пушкина есть в Москве, но там учатся иностранцы уже в России в основном. То есть, наконец-то, вот после того, как мы выступали, говорили, писали все, вот создался фонд «Русский мир», и там они действительно действуют на современных основах. То есть, у них грантовая система, можно писать заявки, можно делать проекты, и в основном это действительно современно, это не так, как для галочки делалось раньше и делается какими-то другими структурами. Татьяна Аркадьевна, Андрей Друглавенко, Россия Владимировна, Москва. Подскажите, какие существуют проекты по поддержке русских за рубежом, по развитию международного сотрудничества? Спасибо. Ну, дело в том, что, я еще раз говорю, что вот у меня наибольшую как раз все-таки такое доверие и надежду вызывает все-таки вот фонд «Русский мир». Отдельно пионером в этой области была Москва, и Юрий Михайлович Лужков, он имени Лужкова, стипендия была учреждена для тех, кто учится за рубежом на русском языке, правда. Но поскольку у нас это только частные вузы, то вот те, кто учится на русском языке, я сама была в попечительском совете, и несколько молодых людей по моей рекомендации получали эту стипендию. Кроме того, мэрия Москвы поддерживает вот Международный совет российских соотечественников, вот его председателем является граф Шереметьев. Они там награду раз в год соотечественникам за рубежом вручают по разным номинациям. Там вот Костя Дзю получал по спорту, получали по патриарх Лавр, кстати говоря, получил и очень хорошо как раз за несколько месяцев до кончины получил после воссоединения зарубежной русской православной церкви и московского патриархата. Ну вот мне давали в 2004 году тоже такую премию по номинации политика. Наши ветераны, которых преследовали ветераны отечественной войны из Латвии, получили. Ну вот Линард Мэри, он эстонец, он как бы не соотечественник по этому критерию. Сейчас при МИДе занимается еще, есть такой отдел, департамент по делам соотечественников МИДа. Но эта структура ей от меня достается, я вообще не стесняюсь в выражениях, когда критикую. Мне кажется, что они пытаются нас всех соотечественников выстроить по принципу пионерской организации. Может быть из этих чиновников МИДа кто-то в детстве были хорошими, прилежными пионерами. То есть они создают, они требуют от нас, чтобы мы создавали такие координационные советы, назначали главного координатора. Ну как может 40% населения, в Латвии нас русских, 40%. И чтобы мы все собрались в одну организацию, себе выбрали главного. Ну и то же самое, если вы в России объедините, скажем, Зюганова с Жириновским, с Единой Россией, с Яблоком и со всеми. Итог, вы президента избираете, хорошо, что там у вас. Ну мы среди русских не избираем своего президента, поэтому трудно нам иметь такого единственного авторитетного координатора. Но это профанация на самом деле, и все это привело, наоборот, спором между организациями. Кто-то вошел в координационный свет, кто-то не вошел, кого-то пригласили, кого-то не пригласили. В общем, это не то, чем надо заниматься. Ну вот я еще раз говорю, а вот такого общественного движения в поддержку соотечественников пока в России нет. Только вот если занимаются, то занимается МИД, занимается мэрия Москвы, занимается немножко в Санкт-Петербурге губернатор. И практически больше никто. Расскажите, пожалуйста, как Европа относится к юго-секинскому конфликту. И я лично вас видел по телевидению, и вы туда приезжали. Ну, дело в том, что мне очень нравится такая терминология, терминология, используемая моим коллегой, депутатом Европейского парламента. К сожалению, он не был избран в этот раз. Он баллотировался, кстати, по нашему списку. Джульетта Кьеза, он... Вы извините, что я так издалека отвечаю, но отношение Европы к южно-осетинскому или иначе к грузинскому конфликту было навязано электронными средствами массовой информации. Мы с вами живем в мире уже совершенно другом, в мире, когда общественное сознание, массовое общественное сознание формируется с помощью вот этой четвертой власти. Ее значение мы еще не до конца осознали. И самая важная составляющая, это, конечно, телевидение. Ну, в какой-то степени радио, в той степени, что люди в основном слушают радио на рабочих местах или за рулем. Поэтому радио тоже, конечно, но в основном телевидение. И я сама наблюдала, как работало телевидение, наблюдала разные каналы, BBC, CNN, я как раз в Латвии находилась во время этого конфликта. Это чистая, очень хорошо сделанная пропаганда. Но, к сожалению, Россия, к сожалению, здесь проигрывала. Я проигрывала очень, в общем, на моей памяти, я вот как раз говорю это и в МИДе, я говорила об этом Владимиру Владимировичу Путину, когда имела честь с ним и с патриархом Кириллом как раз на государственном приеме вместе за одним столом. Это было 4 ноября, когда устраивается государственный прием в Кремле, этот новый праздник. Я говорила, что Россия не занимается вопросами пропаганды серьезно. Говорила Путину об этом. Что-то сейчас делается. Но, например, тот же канал Russia Today, кстати, он очень хорошо сработал. Я его тоже смотрела, у меня тарелка, и многие каналы ловятся как раз в Риге, в Латвии. Он очень хорошо работал. Хорошо работали Вести 24 на русском языке, круглосуточное шло вещание, и на государственном канале Вести это все шло. Но Russia Today, даже вот вы можете себе представить, в Москве иностранец, вот я приезжаю в Москве, останавливаюсь в гостинице. В гостинице в пакете телевизионных программ нету Russia Today. Я приезжаю в Китай, в Китае в гостинице есть как минимум, вот я была в Пекине, в Шанхае мы ездили с визитом перед Олимпиадой. Два канала китайских на английском языке. То есть я приехала иностранец, меня интересует, что происходит в Китае, я все это могу узнать через эти два канала в своем номере в гостинице. Иностранец в Москве, я во многих гостиницах останавливалась, мы были в Москве с официальными делегациями, такое возможности не иметь. Ну куда это? Это что трудно сделать, не говоря уже о том, что этот канал очень мало где принимается Russia Today на английском языке. То есть чисто, конечно, формирование взглядов на Западе, оно шло через канал, и оно, конечно, шло антирусское. Я прилетела на чрезвычайное заседание комиссии по иностранным делам в Брюссель, меня везет таксист из аэропорта, что-то. Ну что там русские опять наделали на Кавказе, да? То есть это он слышит или на радио, или через телевидение. Политики, политики, это люди все-таки профессиональные, и они не могут себе позволить, конечно, непрофессионализм. Поэтому что произошло с осетинским конфликтом? Через 2-3 месяца в среде политиков изменилось отношение. Сейчас это уже консенсус, что Саакашвили развязал конфликт, что Саакашвили обстреливал Схинвал. Среди политиков. Но общественное мнение, оно осталось таким, как им подали телевизионный канал. То есть что Россия, большой медведь, опять напал на маленький несчастный грузинский народ. Ну я не буду больше времени тратить на всю эту технологию, когда снимали в Схинвале, показывали, что это якобы в горе разрушенные дома и так далее, и так далее. Это все было. В отношении того, чтобы поехать, я сразу предложила своим коллегам, дело в том, что я вхожу в делегацию межпарламентского сотрудничества Европарламента и России. Ну и вот в этой делегации, кстати, во вторую вхожу по Кавказу. И вот наша комиссия по Кавказу сразу же выехала руководство в Тбилиси, и там как бы общалась, работала. Я предложила также тем, кто с России, едем во Владикавказ. Начисто отказались, даже пытались поляки заблокировать поездку в Москву. Ну вот поэтому мы индивидуально поехали. Ну вот нас всего два евродепутата поехало в Схинвал. Это было как раз после того, как вывели российских миротворцев и ввели европейских миротворцев. И вот мы как раз поехали, и мы написали запрос в Еврокомиссию, что эти европейские миротворцы не находятся на той высоте, откуда обстреливали Схинвал. И, кстати говоря, вот сейчас обстрел, насколько я понимаю, шел тоже с этой же высоты, где европейцы боятся. Находиться они в основном в горе отсиживаются. Вот такая ситуация.